Прощание с книжным шкафом Хитрые, жадные, скрытные дельцы, присосавшиеся к складам, магазинам, пунктам питания. Их выявляли, судили военным трибуналом, расстреливали, но полностью искоренить их не могли. А люди, голодные, изможденные, мечтающие лишь о куске хлеба для своего ребенка, По слухам, по рекомендациям находили этих негодяев, И, растягивая губы в дрожащей и бедной улыбке, Просили дать за кольцо, серьги, браслет, буханочку или кусок масла. Подпольные менялы, прикидывая на глазок стоимость вещи, Таяс и оглядываясь, отсыпали, отмеряли, отрезали от щедрот своих, И люди уходили почти счастливыми, предвкушая, как, возвратившись домой, Приготовят варево и накормят угасающих детей. Так продолжалось несколько месяцев, И, наверное, большинство ценностей перекочевало в преступную машину. И тогда голодные люди стали предлагать менялам Сохранившиеся предметы домашнего обихода, Столы уникальной работы, Витые кресла, Ручной выделки ковры, Чистой, ледяной ясности зеркала. Конечно, эти вещи было невозможно сунуть В потную горячую в ладонь скупщика. Их нужно было везти, доставлять. Я вспоминаю, как в зимние туманные сумерки, Выбирая глухие проулочки и проезды, Дребезжала колесная тележка по булыжной мостовой, А на ней мертво покоился крест-накрест Перевязанный веревкой сундук С перламутровой инкрустацией. Вцепившись в ручку тележки, Двое, мужчина и женщина, Толкали груз, покачиваясь, И надсадно хрипла дыша при подъемах. — Куда поутру? — Окликнул их какой-то дворник. — Погорельцы. — Разбомбила. — Переезжаем. Заученно, дружно и заискивающе Отозвались они. А поодаль от них, придерживая шаг, Шел по панели, прижимаясь к фасадам зданий, Крепкий мужчина в полушубке, Зорко следя за тележкой И иногда проворно показывая рукой Нужное направление. Возникало странное, страшное ощущение, Когда я встречал саночки с покойником, Запеленутым в белую простыню, А рядом или наперерез Сани с обвернутым рогожей Диваном красного дерева. Сталкивались на пустынных городских перекрестках Горе одной семьи И отчаянная попытка другой Вырваться из цепких рук смерти. Волосок жизни обрывался, Волосок жизни еще колеблется. Мать сказала мне вечером, Когда мы попили чай. Я нашла покупателя на книжный шкаф. Книжный шкаф был гордостью нашей семьи, Невысокой, со стеклянными дверцами, С вызолоченными боковыми планками, С резными узорами над верхней полкой. Открывался он бронзовым ключом, И когда створки распахивались, Нежный скрип напоминал музыкальную мелодию. Как он попал к нам, я не знаю, Но с детства чувствовал его притягательную, Волшебную силу. На его полках стояли строгие тома Пушкина, Жуковского, Лермонтова. Когда-то мать, певуче раскрывая шкаф, Доставала книгу, усаживала меня возле себя, И неповторимые сказки Жуковского Об Иване-Царевиче и Сером Волке, Возбуждали мое детское воображение. Я узнавал жизнь, не только играя с товарищем, Выслушивая мать, учась в школе, Но и вникая в неведомый мир, Заключенный на этих плотных белых страницах. — А книги? — обомлев спросил я. — Книги выложим из шкафа, — грустно ответила мать. Весь вечер я занимался тем, Что вынимал из шкафа книги И складывал их в углу комнаты стопою. Я брал осторожно каждый том, Прижимая к себе нес, Опускал на разосланную бумагу И возвращался за новым. При неловком движении у меня из рук выпал Тяжелый том Державина, С грохотом ударился о пол. Я нагнулся к распахнувшейся книге И на меня глянул с титульного листа Суровый вельможа, Высокой бобровой шапки И шубе с меховыми отворотами. Зыбкий свет коптилки ложился на портрет, И мне почудилось, что Державин Обиженно и высокомерно повел взглядом. — Мама! — закричал я. — Что с тобой? — удивилась она. — Да нет, ничего, — пришел я в себя. Книгу вот уронил. Шкаф, оставшийся без книг, Сразу подурнел. Мне было жалко до слез шкаф, Потому что без всякой провинности с его стороны Мы лишили его души книг. Ночью, когда лунный свет, войдя в окно, Заиграл на стеклянных дверцах шкафа, Я, проснувшись, подошел к нему И в последний раз наедине постоял с ним, Не просто прощаясь, А словно дорастая до понимания чего-то иного. Взрослого. На рассвете пришла мамина подруга, И мать с нею приняла собертывать шкаф в холстину. Перетянули бичевой, И втроем вытащили его Сквозь тесную дверь на улицу. Он лежал неподвижно на дощатой тележке, И лишь высовываясь, Светилась его позолоченная ножка. Мать натянула холст и спрятала ее. Так и катили втроем наш шкаф По Колпинской улице, По Введенской, По Гулярной. Редкие прохожие поглядывали на нас И отводили взгляд. И вдруг милиционер, Цепко ощупав глазами по клажу, Спросил, Что везете? И мы, не сговариваясь, Дружно и заискивающе отозвались. Погорельцы разбомбило. Переезжаем. Мне стало боязно и противно. А мать с подругой Выглядели так жалко, Что милиционер, махнув рукой, Разрешил. Поезжайте уж, Преддавил бы я того, Кому везете. А тот Уже ждал нас, Прячась в подворотню. Хорошо, спроворили, Затемно, Одобрил он. Сейчас подсоблю. Он распутал веревки, Легко вскинул шкаф себе на плечи И чуть ли не затрусил по лестнице. Мать с подругой едва за ним поспевали. А замыкал шествие я. Мужчин на вытянутых руках Внес шкаф в квартиру И проворковал в ее глубь. Посмотри, тусенька, Какой предметишко отхватили. Вышла женщина В японском халате с драконами И шестимесячной завивкой. Верхняя полочка Как раз для моих слоников. Я не выдержал и сказал, Там у нас Пушкин стоял. Какой Пушкин? Встрепнулась хозяйка. Александр Сергеевич. Ах, Александр Сергеевич. Он у нас на антресолях академической. Хозяин с мамой удалились. Вы его поберегите. Это очень хороший шкаф, Сказал я. О шкафе, как о живом существе. А как же? Такие деньги плачены. Я знал, что за шкаф Мы не получим ни рубля, Но добавил. У меня в нем Русская классика стояла. Я по нижним полкам Вышку разложу, Бахромую наружу, И закрывать его не стану. А книги мы тоже приобретаем, Какие потяжельше. Вот на медне с мужем В золотисто-оранжевом обрамлении Какого-то мапсана затащили. Говорят, за границей жил, Хотя в книжках все по-русски написано. Это мапсан, наверное. Он с Тургеневым дружил. А такого еще не обнаружили. Появилась мама с кошелкой. Мы вышли на улицу. Мама горько усмехнулась. Конфет на двести граммов меньше дал. Дескать, по золоту кое-где облезло И фирменного знака нет. Дома я грустно смотрел в угол комнаты, Которая хранила чертания нашего шкафа. Непрекаянно выселась горка книг. В тот вечер, прежде чем заснуть, Я долго думал о нашем шкафе. И мне верилось в плотной темноте комнаты, Что он, как верная собака, Еще может прибежать к нам От злых хозяев. И я вслушивался, вслушивался в тишину, Не раздастся ли постукивание По каменным ступеням Его золоченых ножек. Вкалывай, немец! Немцев воочию я увидел в 16 лет. Я подружился с молодым инженером Иваном Николаевичем. Несмотря на разницу лет, Ивану Николаевичу шел 27-й, Он охотно общался со мной И даже велел называть его по имени. Он воевал, был тяжело ранен И теперь работал на своем прежнем заводе. Иван делился со мной фронтовыми воспоминаниями, И я ловил каждое его слово. Авторитет Ивана делался для меня непререкаемым. Однажды мой старший товарищ сказал, Сходим на стадион «Динамо». Его восстанавливать начали. Иван до войны играл в футбол в заводской команде. Широкогрудой, верткой, невысокой Он цепко защищал ворота. Но война прервала его спортивную жизнь. Мы вышли на Крестовский остров, Продуваемые ветром, Подставив солнцу оживленные лица. На стадионе развертывались строительные работы. И в глубине его основали рабочие. А справа, возле зазеленевшего футбольного поля, Переговаривались молодые люди. И несколько футболистов перекидывали мяч. Иван вгляделся в лица молодых людей И вдруг закричал, срываясь с места. «Вася! Дорогой! Это я! Ваня!» Он встретил своего одноклубника по довоенной команде И обнимал его, дружески хлопая по спине. Потом обратился ко мне. «Видишь, дружок, ты погуляй, разведай, что там на стадионе, А мы покалякаем здесь!» Я устремился по аллее. Чем ближе подходил к работавшим, Тем яснее различал, как они копают землю, Устанавливают столбы, месят глину. Откуда-то со стороны раздалось. «Перекур!» И все оставили работу, располагаясь для краткого отдыха. Передо мной на сваленном дереве сидел русый парень, Голый по пояс, греясь на солнце. Он заметил меня, повел головой и кивнул мне. Потом поднес два сжатых пальца к рту и отвел их. Краснович его показывает, что хочет курить. «Нет, папирос, — сказал я. Парень улыбнулся и показал рукой на футболистов. Дескать, может, у них спросишь?» Я удивился. «Не мой он, что ли?» И неожиданно взгляд мой уперся в его ноги, Обутые в сапоги с короткими голенищами. Немецкие сапоги. «Немец?» — воскликнул я. «Немец?» — по-русски отозвался он. Мы смотрели друг другу в глаза. Я с изумлением, любопытством. Он спокойно, словно говоря, Вот я какой немец. В школе я изучал немецкий, И поэтому мог с ним объясниться. «Работаешь?» — не нашел я более оригинального вопроса. «Строю», — ответил немец. «Город разрушили, время и за ум взяться». «Конечно», — односложно подтвердил немец. «Давно в плену?» «С месяц?» Немец не просто смотрел на меня. Он разглядывал меня, Морщил лоб, Словно силец что-то понять, Уразуметь. «Подожди!» — обратился я к нему И поспешил к Ивану за папиросами. «На что тебе?» — удивился Иван, Вытягивая из пачки две папиросы. «Да там спрашивают», — махнул я рукой. «Как тебя звать?» — возвратился я к немцу, Который уже натянул рубаху. «Фридрих». «Получай, Фридрих», — я протянул ему папиросы. Он закурил, жадно затянулся, спросил. «А ты из этого города?» «Из этого». Лицо немца заострилось, Стало жестким. «Вы нас Никогда не простите. Фашистам прощения нет. Они не люди. Чего мне тебе объяснять?» В это время послышалось. «Кончай перекур!» «Извини. Надо работать». Он взялся за лопату И всадил ее в мягкую землю. И мне показалось, Что было нечто символическое И в его словах, И во взмахе его лопаты. «Вкалывай, немец!» По-русски произнес я И вернулся бегом к Ивану. Иван стоял понура, С посеревшим лицом. На меня он не обратил внимания. И полузащитник Петя Федоров Продолжал он начатую беседу. И он под Варшавой. И Клим Захарошко В Норвегии. Когда наступали? «Что ж, Вася! Почти вся команда!» Чуть ли не крик вырвался у него. «Да, Ваня». Я напряженно слушал диалог Двух ветеранов. И мне стало казаться, Что я совершил страшную, А может быть и преступную ошибку. Разжаловился. Дал потачку тому, Кто еще недавно Пер с автоматом по нашей земле. А рядом со мной Несчастный Иван, Узнавший о гибели Почти всех одноклубников. Но передо мной Возникало и лицо Немецкого солдата, Вонзившего в дерн лопату И затягивающегося Моей папиросой. Пусть и недобровольно, Но он таскает кирпич, Возводит стену, Наращивает жестяную крышу. Ведь он пленный. И мы, То есть и я, За него в ответе, В ответе за то, Что он будет делать, Куда пойдет После своего краха. Я не вытерпел И признался. Папироса у меня Немец попросил. Там пленные работают. И ты дал? Глаза у Ивана расширились. Да. Как же ты смог? Мальчик, Блокадник. Он взирал на меня С болью и состраданием. Не знаю, Честно ответил я И робко добавил. Он ведь Строит? Ну, парень, Ну, парень. В ярости взмахнул Руками Иван И свернул в переулок, Брезгливо отстраняясь от меня. Не ходи со мной. Я отстал, Присел на скамью И долго-долго Размышлял, Приходя к мысли, Что все-таки Я совершил Нечто справедливое В духе нового Победного Времени. Старшая медицинская Сестра Гостиница Тяжело нависала Массивным фасадом Над городом. Из окон Я видел родные С детства Просторы Финского залива. А под сводами Этой современной обители Жизнь казалась чужой И равнодушной. Гостиницу заполняли Заезжие иностранцы, Туристы, Одетые неврежно И пестро. Они громко Переговаривались Из конца В конец Огромного хола. Бесцеремонно Танцевали под музыку, Выпрыгивающую Из транзисторов. Глухое раздражение Не оставляло меня. Тем более, Что я приезжал В Ленинград Во исполнение Своей давней мечты Встретиться Со скромнейшей Клавдией Сергеевной Всю блокаду Проработавшей Старшей медицинской Сестрой Вместе с моей мамой, Ее начальницей. Я вошел В подворотню Старинного дома На Васильевском острове. Гулко прозвучали Мои шаги В подворотне. Стертые каменные ступени Повели меня На третий этаж. Вот и обитая Калинкором дверь С пуговичками звонков. По темному коридору, Минуя коммунальную кухню Со столиками, Я свернул В коленце прохода. Клавдия Сергеевна Седая В домашней кофте, Уже ждала меня И пригласила к чаю. Она с моих юных лет Относилась ко мне Сердечно, Хотя слала Женщиной Сдержанной. Что же тебе Рассказать? Спросила она. Мне хотелось Услышать от нее О той профессиональной Жизни, Которой жила Она И моя мать Врач Блокадной больницы. Ну, Ты представь Наше терапевтическое Отделение. Большой коридор, Палаты. С чего день Начинался? С того, Что все мы И мать твоя Еще затем Напилили дрова Для кухни. Кололи поочередно И волокли Саночки с поленьями К печуркам Буржуйками Их называли. Затрещат дрова В огне, Накалится Печурка. Больные, Как привидения, Выползают Из палат, Молча тянутся К огню, Растопырив Ладони. Спросишь, А Машкина Где? Отсуетилась. Трубы Лопнули, Воду Прекратили Подавать. Снег Топили На печурках. Да ведь его, Чистый снег, Найти нужно. Не везде он чистый В городе. Набивали ведра Снегом, Таскали, А воды-то на всех Сколько требуется. Дрова Откуда возьмешь? На дрова Деревянные дома Пустили, Заборы Повалили, Расщепили, Но дерево, Но дерево Ни одно Не тронули. Почему? Сама не знаю. Может, Про себя думали, Что и они Живые. И пока Живут, Мы сами Жить будем. Не знаю. Свет Отключили. С тетей Моти Санитаркой Дежурили Однажды. Кровати Перестилали При лучине. Я Огонек Теплю, А тетя Мотя Одеяло Расправляет. Чувствую Вдруг Дымок Нюхом. Заглянули В соседнюю Палату, А там Одеяло Тлеет. Значит, Неловко Я Огонь Держал. Загасили, Поглядели Друг на друга И, Знаешь, Улыбнулись. Вконец Неправдоподобной Наша жизнь Представилась. Потом Нам спички Выдавать стали Поштучно. В коридоре У нас Как цыганский Табор. Бельишко Больным Подстирывали, На трубе Сушили. А когда Печурка Остывала, Разлитая По коридору Вода Застывала. И поутру Как на катке Скользко. А питались Сам знаешь Чем. Паечку Хлеба Получишь, Глядишь На нее И не Решаешься, Что с ней Делать. То ли Съесть Сразу, То ли Характер Выдержать И на Вечер Оставить. Смотришь На пайку Бельишно. Земля. Земля. Ну, Как Выполотая. Гола Кругом. Словно И не Взошло Ничего. Бывало Мясорубку Набьешь Травою. Промелишь. А после Из зеленой жижи мастеришь лепешки. Даже на кладбищах травы не было, всю ее в дело пустили. Доставили весной 42-го в приемный покой 18-летнюю девушку без сознания. Живот у нее вздутый, как барабан. Устроили ей промывание. Вместе с водой трава, солома пошли. Густо. Не смогли спасти. Умерла через час. Но что запомнилось, никакого воровства не было. Сами мы почти постоянно голодные, но твердо держались. От больных нельзя брать. Руководящего повара Федором Ивановичем звали. Худющий, худющий был. Мы даже подсмеивались над ним. Нельзя, Федя, повару таким тощим быть. Потому мы и выстояли, и многих больных спасли, что люди на кухне честными оказались. Отзывчивыми, сознательными. Читаешь сегодня о блокаде, задумываешься. Неужели выжили? А оттого, думаю, выжили, что горе у нас человеческую натуру не заслонило. Помню, был у нас ученый, консультант больницы, Григорий Романович Британишский. Придет на осмотр больных. Покачивается от недоедания. Попросит. Чайку нельзя ли, Клавушка? Налью ему кружку. Выпьет, обжигаясь. Поблагодарит и халат натягивает белый. Когда совсем не в моготу ему сделалось, прикрепили его к фабрике кухни на доп. питание. Он туда в первый раз как на концерт отправился. Театралом до войны был. После фабрики кухни в больницу вернулся. Засмущался, засуетился вроде, а затем вынимает кусочек хлеба в носовой платок завернутый. Говорит, это, Клавушка, тебе. Со слезами пополам тот хлеб ела. Я задаю Клавдии Сергеевне вопрос, на который давно пытаюсь получить, возможно, более полный ответ. Как могла мать каждый день ходить из дома в больницу и обратно? Путь-то длинный. Клавдия Сергеевна помешивает ложечкой чай. Лицо сумрачное, словно перенеслась она целиком в то время, и не замечает ни меня, ни окружающих ее предметов. Там она сейчас. Издалека речь ведет. Сплоченны мы были. Все друг за друга переживали, жалели. Николаев, хозяйственник, собрал наш персонал, тех, кто помоложе, развел руками. Нечем кухню топить, ни полежка. Еды больным не сготовить, помрут ведь. Выделяют дом деревянный в новой деревне и машину. Кто из вас сдюжит за дровами поехать? А мы-то, в чем только душа пребывала, но ясно нам. Мы на ногах еще стоим, а по палатам в лешку лежат. Поехали. Нагрузили полуторку, и лютая бомбежка учинилась. Мы за шесть часов десятикилометровый путь проделали. Возвернулись в больницу, плиту затопили, после полуночи обедом больных накормили. Силы неведомо, откуда брались, если нужда заставляла. Фашист зверствовал, знал, где госпиталь, где больница, и норовил в них бомбу метнуть. Гражданские дома не так колотил, и потому новый госпиталь решили развернуть не на базе больницы, а поодаль, в новой деревне. На себе по ночам, чтобы диверсанты не прознали, волокли тюки с бельем в новую деревню. Все испытали. Мы на казарменном положении жили, удобнее считалось. А твоя мать домой ходила. Почему, спрашиваешь? Дома кто-то еще был. Сердце тянуло. Клавдия Сергеевна произнесла, кто-то еще был, уклончиво, не называя моего имени. Но у меня защемило внутри, когда я услышал эти слова. Сколько же мать совершила ради меня? Есть ли мера материнской любви? «Жутко ходить было», снова раздался голос Клавдии Сергеевны. «Споткнешься, а труп поднимешься и бредешь. Бывало, спичку зажжешь, осматриваешь больного. Жив или помер. И нашего Люда больничного полегло вдоволь. Три нянечки, хозяйственник Николаев, прачка, сестра. Ася Телкина до сих пор в глазах видится. В пол из живота ей угодила, мучилась. Что еще поведать тебе? После блокады стены белили, в больнице сами, мыли, отмывали. Тихо течет разговор, тихо. Но за ним иная эпоха, мое детство, в котором я расстался не с одним дорогим человеком. В недрах той страды вызревало во мне таинственное и прекрасное уразумение матери, как самого святого. Кладия Сергеевна провожает меня. Снова коленца прохода, запахи кухни, где кипят супы, шипят на сковородах котлеты, завариваются чаи. Маленький мальчик на трехколесном велосипеде выезжает из проема дверей. Вот тут и живем с блокады. Лицо Клавдии Сергеевны озаряется слабой улыбкой, словно она в чем-то виновата. Добавляет без обиды. Нас немножко забыли блокадников. Опять под ногами старинная широкая лестница. К вечеру я вернулся в гостиницу. В ней, как и утром, шумели, пели, танцевали молодые туристы. Пожилые сидели в креслах, пили кофе, перебрасывались фразами, утомленные дневными впечатлениями. Я медленно пробирался сквозь толпу, ловил на себе любопытные взгляды и думал, а если бы они, поющие, танцующие, пьющие кофе, услышали мою сегодняшнюю беседу, что стало голос бы с ними. И, размышляя, отвечал себе, они бы поняли. Они бы не могли не понять, потому что людской подвиг, как и любовь, объединяет людей и обладает властью над живыми душами. Редактор субтитров Корректор А.Егорова